Частные проблемы, но общие пути их решения. Сегодня главный федеральный инспектор по Кировской области Фердуис Юсупов провел личный прием граждан. Вопросов было много и касались они самых разных сфер. От незаконных действий со стороны представителей юридических организаций и до решения жилищных проблем. О случаях несправедливости по отношению к гражданам. Кирилл Альков. В таких случаях, принято говорить, переполнило чашу терпения. Жители печально известной улицы Базовой каждый год убивают пороги всевозможных инстанций, коллекционируя отписки от чиновников. В 2011 году здесь был сделан долгожданный ямочный ремонт дорожного полотна. Однако выборочная реанимация не помогла напрочь убитой большегрузами дороге. В таких случаях, говорят, результат налицо. Многострадальная улица Базовая – одна из самых проблемных болевых точек на дорожной карте нашего региона. И судя по внешним признакам, действительно, ремонта здесь не было долгие годы. А робкие попытки городских властей хоть как-то подлатать дорожную артерию превращаются в одно и то же. Каждый год, сразу после таяния снега, местная дорога больше напоминает театр для военных действий. Алексей Иванов работает грузчиком на местной автобазе. И каждый день, добираясь на работу, рискует, ну если не своей жизнью, то подвеской своего автомобиля уж точно. Себя местные жители давно в шутку называют водителями-экстремалами. И правда, ведь здесь в Пуру объявлять соревнования на внедорожниках. Главное – обзавестись автомобилем с высокой степенью проходимости. Невозможно проехать так, чтобы чем-то не зацепиться. Машину жалко очень сильно. Налоги берут, а дороги не делают. Так что, как бы, не знаю, как по-другому решать этот вопрос. Сегодня на приеме у главного федерального инспектора жители многострадальной улицы. Слово просят предприниматели. Пока пешеходы страдают от отсутствия тротуаров, а водители разбивают свои автомобили, бизнесмены, в свою очередь, тоже терпят финансовые убытки. С точки зрения развития инфраструктуры, местные предприятия теряют позиции на рынке. Пром-зона развивается достаточно хорошими темпами. Людей много, и вот все идут лужи по колено. Пройти невозможно. Это вот инфраструктуры нет совсем. Окончательный вердикт городских властей. Ямочный ремонт улицы Базовой возможен только в следующем году. Что там можно планировать на сегодняшний день, это только на 2013 год. Потому что мы находимся в стадии формирования бюджета 2013 года, и можно говорить о каких-то новых объектах, которые появятся. В этом году мы на эту улицу не сможем прийти, потому что нет. Ну, вы сами понимаете. Проблема, с которой члены семьи Мозиных обратились к главному федеральному инспектору, тоже не решается годами. 15 месяцев назад районный суд города Кирова вынес постановление о переселении жильцов из аварийного дома. Семья уже готовилась отпраздновать новоселье, однако на рынке недвижимости не оказалось квартир с установленными судом ценовыми параметрами. Да и требования к потенциальному жилью были явно занижены. К примеру, взять хотя бы год постройки. Жителям могут предложить только квадратные метры явно не первой свежести. Мы до сих пор страдаем. Это выстраданные нами квартиры, и вы нам снова даете старое жилье. Вы знаете. Половину дома расстелили, половину остались. Это очень обидно. Обидно за Россию, что вот так нас обманывают. Нас обманывают. Вы знаете, вот 18 лет мы ждали. Да, да, да. Очень. Вот это все выстрадано, поэтому это все со слезами. 18 лет. В 1994 году расселили наполовину дом, и 18 лет назад у нас украли новые квартиры. Представители администрации только разводят руками. Все сделано вроде бы по закону. Есть цена, которая декларирована Минрегионом, и мы ее не можем изменить. А где гибкость всей решения ситуации? Вот мы с вами в этой гибкости находимся с цены 27 до цены 35. Вот гибкость. У прокуратуры на этот счет свое мнение. Представители надзорных органов более чем сдержанно относятся к такой позиции городских чиновников. С момента решения суда было проведено 8 аукционов, и ни один из застройщиков не согласился предоставить жилье по изначально заниженным рыночным ценам. Правила игры, конечно же, диктует рынок. Но ведь и у города должна быть заинтересованность в исполнении решения суда. Мы здесь со своей стороны понимаем, что недостаточно активная и со стороны службы следственных приставов работа в какой-то мере осуществлялась, не с ними представление. На сегодняшний момент официально глава администрации города Киева предупреждена об уголовной ответственности по статье 315. Если вопрос ставить таким образом, мы будем ставить таким образом. То есть решать вопросы, возбудим уголовное дело, деньги сразу же найдутся. Сегодня разговор не гражданин должен идти к власти, а власть должна идти к гражданину. Это позиция, как хотите, так и воспринимайте. Я публично, при средствах массовой информации об этом говорю. И уже здесь их службе студент-приставник Николай Николаевич. Значит, это как бы в виде поручения ставить вопрос активизации доследственных проверок по существу исполнения судебных решений по предоставлению жилья. На следующей неделе в Кирове состоится расширенное совещание по жилищным вопросам. Проблема переселения горожан из ветхого и аварийного жилья будет рассмотрена одной из первых. Причем, как пообещали в аппарате главного федерального инспектора, эксперты дадут разъяснение по случаю каждой конкретной семье. Кирилл Ольков, Денис Тружков, Вести, Киров.